Вопрос безопасности использования газа в домах в последнее время звучит все более тревожно. Только за последние полтора года произошло свыше 40 случаев взрыва бытового газа в жилых домах, которые привели к гибели людей и потере жилья. По данным открытых источников, сейчас в России сетевым или сжиженным газом оборудовано свыше 65% жилого фонда в России. А это значит, что в зоне риска может оказаться практически каждый. Как обезопасить себя от таких чрезвычайных происшествий, смотрите в первом материале выпуска. Здравствуйте. Здравствуйте. Славец Горгаз, техническое обслуживание газа в оборудовании. Да, проходите, пожалуйста, дело нужное. В квартире Геннадия Хойной сотрудникам славенц Горгаза всегда рады. Хотя такое гостеприимство встретишь нечасто. Некоторые славенцы скептически относятся к призывам Горгаза заключать договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования, видя в этом желание нажиться на том, что было бесплатным. На самом деле, бесплатным техническое обслуживание никогда не было. Просто стоимость за него была включена в цену за газ. Сегодня техническое обслуживание газового оборудования – это процедура обязательная. В случае отказа в допуске газовым приборам, славенц Горгаз вправе прекратить подачу газа в помещение. Такие жесткие меры продиктованы печальной статистикой. Взрывы газа в домах и квартирах, как правило, происходят из-за ненадлежащей эксплуатации газового оборудования или его неудовлетворительного состояния. В соответствии с требованиями российского законодательства, поставка газа осуществляется при условии безопасности такой поставки. Основным условием обеспечения безопасности является заключение договоров о техническом обслуживании газового оборудования со специализированной организацией. Специализированная организация в соответствии с договором не реже одного раза в год проводит техническое обслуживание газового оборудования абонентов. Обслуживание осуществляется на основании графиков. Предварительно абоненты уведомляются о предстоящем техническом обслуживании путем расклеивания объявлений, либо уведомлением по телефону, либо в средствах массовой информации. От того, насколько исправно работает газовое оборудование, зависит не только жизнь и здоровье жильцов одной квартиры, но и всего дома. Поэтому абсолютно все жители должны ответственно относиться к этому вопросу, уверен председатель ЖСК-1 Геннадий Хойна. У нас ежегодно приходят мастера проверять газовые приборы и всегда с удовольствием мы все жильцы дома открывают двери, пускают и предупреждают своих родственников, если сами на работе, они приходят всегда, можно попасть в квартиру. Я хочу обратиться к тем, кто не проживает здесь, пожалуйста, помните об этом, надо всем помнить, что безопасность газового оборудования зависит от того, как исправно оно, как вовремя проводится ВДГУ. Потому что безопасность – это не только жильца, который проживает в этом доме, в этой квартире, но и всех жильцов, безопасность всех людей, которые здесь живут по соседству и рядом в других подъездах. Поэтому всем надо это делать. После проверки, а если требуется и ремонт газового оборудования, специалисты Горгаза проводят инструктаж по технике безопасности. Значит, запрещается устанавливать самовольно-газовые приборы, выполнять их ремонт. Нужно обратиться в специализированную организацию Горгаз для замены, либо для ремонта. Если в случае утечки газа, если вы услышите запах газа, то проветрить помещение и позвонить в аварийную службу Слайнс Горгаза 04. Спасибо. Спасибо. Проверкой и ремонтом газового оборудования должны заниматься только специализированные организации. В нашем районе это Славинск Горгаз. У сотрудников должно быть удостоверение с печатью предприятия. Обращаем ваше внимание, что специалисты Горгаза не занимаются продажей никакого оборудования, например, газоанализаторов. Те, кто вам предлагают приобрести такие приборы – мошенники. Не тратьте деньги зря. Сталкивались мы с такими случаями, проводили разъяснительную работу среди граждан, даже давали объявления в газете, чтобы не велись, как говорится, граждане на покупку таких приборов. Это приборы игрушечные. Ничего они вам не покажут. Но прежде чем что-то покупать, достаточно, опять же, позвонить по телефону 104 и спросить, продаете ли вы что-то, требуется ли установка такого-то, спросить фамилию этого человека, в аварийной службе сообщить, что вот с такой-то фамилией пришел человек и что-то хочет. Неважно, техническое ли обслуживание, либо продать что-то хочет газовое оборудование. И вам сразу ответят, так это или не так. Обращались к нам люди, и мы, конечно же, говорили, что покупать ничего не нужно. Это просто не нужно. Это ненужные вещи совершенно. За техническую проверку газового оборудования необходимо заплатить деньги. Но эти траты несоизмеримо малы по сравнению с ущербом от зарыва бытового газа, при котором можно лишиться не только крыши над головой, но и жизни. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».